Спастись от смерти удалось водителю одного из городских такси. Уголовное дело по факту разбойного нападения и покушения на убийство с особой жестокостью длилось практически год. Состоявшийся недавно суд признал проходивших по этому делу двух братьев Дихоновых виновными. Приговором суда им назначено наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Геннадий Арефьев ту ночь 22 июля 2011 года до сих пор вспоминает неохотно. Слишком свежи в памяти страшные подробности. То, что известно следственным органам, а теперь и нам, выглядит примерно так. Около двух ночи в машину Арефьев усели двое молодых людей и попросили довезти их до улицы Южной. Таксист, разумеется, согласился. Однако главной целью пассажиров было не просто добраться до указанного адреса, а завладеть автомобилем. В пути один из братьев накинул на шею водителя ремень от сумки, а второй ударил его ножом. Геннадий, защищаясь, сумел схватить нож за лезвие и отвел удар. После этого злоумышленники перетащили его на заднее сиденье автомобиля и, обыскав, забрали 2000 рублей и сотовый телефон. Затем братья попытались завести Тойоту. Но все их попытки не увенчались успехом. В машине была установлена специальная противоугонная система. Кто за руль сел? Ну, сперва я попробовал. Не завелась, да? Потом брат попробовал. Дальше, по признанию преступников, надо было заметать следы. В этот момент Геннадию Арефьеву удалось выскочить из машины, но двух крепких молодых парней 50-летний таксист далеко убежать не смог. Его догнали, силой поместили обратно в салон, связали руки и ноги ремнями. После чего преступники слили из бензобака бензин и подожгли автомобиль. Как в такой ситуации Геннадию удалось выбраться из горящей машины, остается загадкой. Но сами следователи признаются, такое под силу только очень сильному духом человеку. В ходе задержания, конечно, никакого активного сопротивления оказано не было. После задержания непосредственно они были допрошены. Факт совершения разбойного нападения старший брат Артем изначально признавал. Младший брат Никита данный факт не признавал, утверждая, что он был соучастником. В ходе следствия Дихоновы не раз меняли свои показания, пытаясь запутать следствие. Но следствие доказало, братья виновны. Они осуждены на 17 и 18 лет в колонии строгого режима. А Геннадий Арефьев в такси теперь не работает. Рисковать своей жизнью он больше не хочет. Светлана Тулунова, Александр Власов. Время новостей.